Всем привет! Вы на канале PUMS. С вами Пётр. И сегодня у нас необычная распаковка и сравнение для дополнения. Последний день Атлантиды. Пятый и шестой игрок. Слева это официальная коробочка. Она у нас, к сожалению, не локализована. В России она не выходила официально. Я её купил. А справа это её китайская версия, заказанная с Алиэкспресса. Спасибо Косте и Ане за то, что они дали мне её на распаковку. Они её уже, правда, приоткрыли, но плёночку заботливо сверху сохранили. По размеру коробки уже видим, что неофициальные меньше. Вот так сбоку они выглядят. Здесь можно уже снять плёнку. Пятый и шестой игрок. Добавляется также 45 минут и от 8 лет. Сзади вот так. По составу похоже, что одно и то же. Нет, тут красненький ещё кубик. Пять осьминожков, один красный кубик. Здесь нету, здесь только по одному синему кубику. Четыре дельфина и десять двух цветов миплики. Ну что, начинаем открывать и будем сравнивать компоненты. Даже интересно, чем они отличаются, а может и ничем не отличаются. Но, как минимум, в цене, по-моему, раза в два, если не в три, дешевле брать китайскую версию. Ну, по цветам коробки тут всё и так видно. Но это нам не важно. Открываем. Здесь у нас вот так выглядит. Здесь вот так. В китайской версии сложено в четыре части. На понятном языке расписано всё. Такой ложеминтик. На английском. Вот так это выглядит. Ну, то же самое, кстати, написано. Там видно, в такой же раскладке. Внутри здесь вот так. Начнём, наверное, с осьминожек. Осьминожки, потом дельфинчики. Официальные осьминожки. Вот такие. Они деревянные. Смотрим китайскую версию. Китайская версия. Вот так вот выглядит. Ну, не такие. Цвет чуть-чуть сероватый. Глаза не такие чёткие. Причём сейчас посмотрим у всех. Ребят. А, нет, здесь получше. Но тоже сделано из дерева. Внешне чуть потолще. Сделано некоторые лапы. Думаю, что принципиально ничего для игры не даст. Дельфинчики. Оригинальный дельфин. И деревянный китайский. Видимо, с одним только глазом китайский. Вот этот китайский. Это оригинальный. Ну, чуть-чуть края. С вырезкой у... Ну, даже не чуть-чуть. У оригинального лучше. Но глаз у китайского только с одной стороны помещен потолще. Раз, с этой нету. Смотрим другие китайские. Да, они все с одной стороны. Только у них глаз на китайском. Понятно. Так. Переходим дальше. Думаю, что кубиком. Можно посмотреть. Два синих куба. Главное, как говорится, не перепутать теперь. Это оригинальный кубик. А это его собрат китайский. По весу примерно одинаковое. По внешнему виду. Смотрим. Дракушки. Я даже не знаю, что это. Какая-то семья. Китайский, мне кажется, даже поинтереснее выглядит. Вот это китайский. Это оригинальный. Ну, оригинальный тоже сделан, скорее всего, в Китае. Второй кубик. Смотрим. Этот уже с цифрками. И, видимо, с появлением дельфинов. Китайская копия. И оригинальный. Цифра. Два. Три. С кубиками. В принципе, эти даже мне больше нравятся. Увешеный, как выглядит. Теперь посмотрим. Вот в китайском идет. А, здесь тоже, кстати, просто не расписано. Идет красный кубик. Давайте красный посмотрим. Красный, даже более темный в версии, в которой копия. Да. Неплохо. Кубики. Нормально. Человечки. Есть ощущение, что чуть ли не один в один. Достаем. Рыжих. Товарищей. А, нет. Человечки заметно. То есть, вот оригинальный человечек. Циферка внизу расписана. Сделана из пластика. Ну, и вытащен так более, наверное. А вот китайская версия. Тут уже видно. Сейчас посмотрим другие. Но, скорее всего, что-то похожее. То есть, кусочки на пластика торчат. Ну, цифры, вот, кстати, тоже стройка были. Уже не такой интересный. Смотрим других. Китайских. Вот это. Да, они все немножко недовырезанные. Так скажем. Не так качественно все это сделаны. Ну, как мы понимаем, особо на игру это не коснется. Только если нету товарищей, которые любят запоминать с особенностями персонажей. Потому что, напоминаю, в игре нужно собрать как можно больше вот этих вот цифр. Это те самые драгоценности, которые мы с тонущего острова собираем. А желтые для примера посмотрим. Желтый-белый. Слева оригинальный. Справа его копия. Вот это, кстати, не сильно. Уже так отличается. Чуть-чуть. Вот с этой вот частью. Так, в целом, это все. По краям даже написано на неоригинальной коробке вот так. Здесь Survive на оригинале. В общем, дальше выводы делайте сами, где заказывать. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok